МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Здравствуйте! Эдуард. А откуда вы меня знаете? Видела в кино. Хм-хм. А вас как зовут? Меня зовут Мила. Очень милый Мила. Очень милый Эдуард. Вы знаете, зачем мы пришли? Будем создавать костюм. Костюм. Если вы смотрели кино, вы уже знаете. Жду не дождусь. Вперед! В мире так много одежды. Вы подбираете размер, цвет, фактуру, бренд, стиль. И вот вы оделись. Да модно, да дорого, красиво. И все-таки что-то не хватает. Прическа. В обычной жизни я чаще всего ношу хвост. Но это не всегда красиво, но практично. А сейчас я еще отращиваю челку, и она мне порядком надоела. Но я не хочу ее состригать. И поэтому хочется попросить Эдуарда помочь мне решить, что мне больше к лицу и как совместить красоту и практичность. Итак, Мила, сегодня мы создаем с вами костюм. И поэтому мне надо задать вам несколько вопросов. Вопрос первый. Ваша профессия. Эдуард, скажу вам честно, я еще не нашла работу мечты. Поэтому сейчас я работаю няней. Я, может быть, вообще не хочу работать. Я считаю, что женщина не должна работать. Ну, если только над собой. И быть мамой. И быть мамой, безусловно. Такая профессия серьезная. Да. То есть вы хотели бы все-таки быть мамой. Я уже мама Эдуард. Мама? Уже я скоро стану бабушкой. Ага. И вашему ребенку? 20. 20? Лет. Интересная личность. Мила. Мила. Очень мила. Множество профессий. Работа без конца. Ночами, вы слышали. Выглядит она потрясающе. Ну, в общем, очень интересная личность. Семейное положение ваше. Ну, замужем. Не замужем. Нет. Нет. Не замужем. Нет. И так. Она не замужем. Ее ребенку 20. 20 лет. И она собирается стать бабушкой. Вопрос. Сколько милли лет? Я думаю, мы тихонько выясним это в процессе. Ну, это потрясающе. Ваши хобби? У меня их много. Ну, так. На скидку самые любимые? Ну, я люблю спорт. Бадминтон, сноуборд, йогу. Йогу не как духовную практику, а как спорт. А ингара? Ну, нет, хатху. Ага, хатха. Угу. Итак, йога, бадминтон, насколько я помню. Лыжи, сноуборд, формула-1. Может, я что-то путаю. Мне кажется, она конкретная экстремалка. Вы мне доверяете? Да. Ну, иначе бы я не пришла. Я рад, что такая девушка доверяет мне. Начнем. Итак, по цвету. Цвет мы решили не менять. Цвет мне очень понравился. По желанию, милые, мы не делаем коротких стрижек. Единственное, что мы сделаем, это дадим определенный объем. И обозначим форму, чтобы она выглядела более выраженно. Стригуя на сухие волосы, мне важно чувствовать материал. Видите, мы немножко легче сделали концы. Они не такие жесткие у нас. Да, я почувствовала облегчение сзади. Да, все должно быть полегче. Сама форма немножко более поизящней будет. Ну, что сказать, я в приятном шоке. Я, на самом деле, ожидала, что будет по привычному сценарию все происходить. Мне сделают какой-нибудь каскад или что-то типа боба, каре. Но Эдуард превзошел все мои ожидания. Такое красивое я себя не видела, наверное, лет 17. В общем, мне очень нравится. Я даже думаю, стоит сходить на свидание прямо сегодня. Не стоит бояться. Экспериментируйте. Волосы. Это ваш единственный костюмчик на вашем теле. Это ваш генетический код. И прежде чем приобрести гармонию, купи костюмчик. Если, конечно, у тебя есть волосы. Купи костюм. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры подогнал «Симон»